Привет, ребятки! Учитывая, что мы все сейчас находимся на домашнем положении, я решил заняться одной, наверное, интересной для многих штукой. Давно планировал, но все, руки никак не доходили, вот, наконец, дошли. Это значит рассказать о некоторых песнях, спеть их и рассказать, как они появились. В данном случае я хочу рассказать про песню «Забытые ботинки». Чтобы было повеселее, я составил задний план, поставил старину Джонсона, головы не видно. Значит, повесил самую первую рубашечку, которая по сей день у меня хранится, вторую рубашечку. И вот от одних девчонок-художниц была вот эта вот картина, где мы с Михой, вот. И вот тоже подарили такой плед, где все фотографии наши тоже с Михой, старые, там большой плед. Вот, вот такую вот веселую декорацию я составил для атмосферы. Раньше я очень любил придумывать, ну, я сейчас не говорю про драйвовые песни, я говорю про лирические песни. Я любил придумывать уникальные, так сказать, переборки. То есть, когда я в этих некоторых песнях придумывал переборы на гитаре, я, соответственно, пытался создать так, чтобы она игралась вот только так и никак по-другому. И вот песня «Забытые ботинки» как раз в числе таких. Эта переборка, я вообще обычно никогда гитару не записывал сам на студии, потому что я это доверял всегда гитаристам, которые это сделают в разы лучше, чем я. Но в акустическом альбоме песню «Забытые ботинки» записывал на студии именно я. Потому что, в принципе, нельзя сказать, что она какая-то мега сложная, по перебору навороченная. Но вот так сразу гитаристы не могли, без медиатора, она без медиатора играется, не могли ее сыграть, потому что там надо было запомнить все вот эти вот струнки, которые надо нажимать. И мой аккорд, который я придумал, тоже все не очень любили. Почему-то. Песня «Забытые ботинки», ребятки, была придумана, значит, примерно где-то в 97-м году. И я ее сперва записывал на магнитофон, на свою «Сонату-216», которую я показал в 3D-музее, первая шута. Вот. И, соответственно, когда выбирали песни под акустический альбом, было совершенно целесообразно поставить эту песенку. Ну, хоть она и была и очень-очень лирическая такая, да, но, тем не менее, все равно единогласно решили ее вставить. Ну, а когда мы с Михой начали выбирать песни, ну, чтобы поделить материал этого альбома, это был единственный альбом, который мы именно делили, кому что петь. Во всех других случаях мы пели те песни, кто чего написал по музыке, тот, кто и поет. В акустическом альбоме Миха лежал в больнице, нам надо было играть концерт, я сделал, я достал все свои старые песни, мы сделали материал для концерта, ну, а потом решили его записать, он оказался полностью мой. И вот мы с Михой тогда делили, было понятно, что девушку играв, ему правильно было бы петь по тембру, наблюдатель, низкий голос, его вот как нельзя лучше подошел. И в ботинках тоже, хотя, конечно, ботинки я не очень хотел уступать, я как-то очень любил ее петь тоже, вот, но, тем не менее, уступил, и, ну, я не жалею об этом. Я просто всегда хотел тоже еще свою версию этой песни сделать, но я ее пою на концертах, и вот сейчас я ее сделал вот так вот для этого видео. Уставшим путникам войду в твою я спальню, без приглашения тайком, без лишних слов, возле тебя я сяду тихо на диване, И пожелаю необычных сладких снов, зашку свечу я, но будить тебя не стану, не отрываясь, буду пристально смотреть. И этот миг мне силы даст, залечит мои раны, и он сумеет сердце мне согреть. Дальний путь зовет меня, но уйти я не могу, возвращаюсь снова я, твой облик сердца берегу. А в полночь выйду я на лунную дорогу, простившись навсегда с любимою своей. Тоска оставь меня глупатой и убога, ты не подруга светлой памяти о ней. Когда проснешься, ты найдешь мои ботинки, те, что случайно я оставил у тебя. А в чем ушел же он, себя ты спросишь тихо, в чем я ушел, и сам того не знаю я. Дальний путь зовет меня, но уйти я не могу, возвращаюсь снова я, твой облик сердца берегу. Босые ноги возвратят меня обратно, куда деваться от мороженого ступня. Мне быть навязчивым не очень-то приятно, возьму ботинки и уйду. Но час же я и вновь иду задумчивый по лунной дороге, И дом твой вновь остался за моей спиной, ботинки на ногах, но мерзнут мои ноги. Забыл штаны, о нет, о боже мой, дальний путь зовет меня, но уйти я не могу. Возвращаюсь снова я, твой облик сердца берегу. Жестковатую, конечно, гитарку выбрал, блин, с непривычки-то руки. В следующий раз помягче возьму. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!